Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События». В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Вечная память погибшим бойцам. В День защитника Отечества на площади Слава состоялось торжественное возложение цветов к вечному огню. Общественному транспорту особое внимание. В городе продолжается контроль за соблюдением масочного режима. Утеплили домики и увеличили рацион питания. В Самарском зоопарке проявляют двойную заботу о животных в период сильных морозов. Педагоги в приоритете. В Самарской области продолжается добровольная вакцинация от коронавирусной инфекции. Привиться пожелали учителя городских школ. Уверенная победа по сумме двух матчей. Баскетболисты Самары завоевали бронзу Кубка России. В Самаре отметили День защитника Отечества. Традиционной частью празднований стало торжественное возложение цветов к вечному огню. Память погибших за родину почтил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а также глава Самары Елена Лапушкина. Также участие в акции приняли депутаты разных собраний, сотрудники силовых ведомств и представители ветеранских организаций. Праздник был учрежден в 1922 году в честь четвертой годовщины создания Красной армии. И назывался сначала Днем Красной армии, затем Днем Советской армии, позже Днем Советской армии и Военно-морского флота. В наши дни День защитника Отечества отмечается в ряде стран, которые прежде входили в состав СССР. Это праздник всех, кто принимал и принимает участие в защите Родины. Все защитники нашей страны, независимо, как называлось государство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация, вставали в любую погоду и своей жизнью, здоровьем защищали Отечество. А уже вечером, несмотря на аномальные морозы, прогремел праздничный салют. Артиллеристы произвели 30 залпов и выпустили в небо над городом 800 фейерверков. Салют организовали военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Жители Самары могли наблюдать фейерверк с набережной города в 9 часов вечера. В связи с понижением температуры воздуха 25 февраля отменят все очные занятия в школах города. Обучение учащихся с 1 по 8 класса пройдет с использованием дистанционных образовательных технологий. Школьники с 9 по 11 класс продолжат учиться без изменений, то есть в очном режиме, сообщили в Департаменте образования городского округа Самары. Расписание уроков дистанционного обучения можно посмотреть в электронном дневнике и на официальных сайтах школ города. За сутки в Самарской области зарегистрировали 280 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 47 411 человек. Такие данные в среду 24 февраля опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 269 человек, а всего с начала пандемии из больниц выписались 43 651 человек. В Самарской области продолжается добровольная вакцинация от коронавирусной инфекции. В регион поступила очередная партия вакцины гам-ковид-вак 24 100 доз. На сегодняшний день в губернии привились свыше 87 тысяч человек. Из них завершили вакцинацию, то есть ввели оба компонента вакцины более 20 тысяч. В первую очередь прививают медиков, соцработников и учителей. Не упустили такую возможность и самарские педагоги школы-интерната 115. Как записаться на процедуру узнали наши корреспонденты. Людмила Тупала преподает историю в школе-интернате номер 115. Прививку от новой коронавирусной инфекции решила сделать при первой же возможности, рассказывает женщина. Во-первых, я хочу повысить надежность своего иммунитета. Во-вторых, эти прививки соответствуют всем требованиям, всем организациям ВОЗ здравоохранения. И во-вторых, они дают более 95%, что ты не заболеешь ковидом. Людмилу поддерживает ее коллега Татьяна Черезова, воспитатель в том же интернате. В группе у Татьяны 14 человек. Они приходят к ней после уроков, вместе гуляют, делают домашние задания. После чего детей забирают домой. Женщины чувствуют ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье своих подопечных. У нас очень с детьми тесный контакт. И у второй половины дети, конечно, они стараются и прижаться к тебе, им хочется ласки, внимания. И поэтому мы очень тесный контакт с детьми. И взвесив вот все риски, а я человек, который 65+, мне думаю, что необходимо обязательно сделать прививку. В первую очередь на вакцинацию приглашают медиков, соцработников и педагогов, а также лиц с хроническими заболеваниями и старшее поколение. Предприятие распределили по разным дням. Как следствие, в поликлиниках нет больших очередей. Вакцина против новой коронавирусной инфекции поступает в наше медицинское учреждение в плановом порядке. Мы готовы вакцинировать всех граждан Российской Федерации, а также всех сотрудников предприятия, которые находятся на территории нашей медицинской части. Чтобы сделать прививку, нужно записаться через госуслуги, либо позвонить в поликлинику, а также по телефону горячей линии по номеру 122. Мэри Елчан, Мария Левина, События. Почти 11 тысяч пассажиров не пустили в Самарское метро из-за нарушения масочного режима, начиная с сентября прошлого года. В Самаре продолжается мониторинг, соблюдение требований Роспотребнадзора и постановления губернатора области. Подробности в нашем сюжете. В самарском метро проверка масочного режима. Пассажирам напоминают, наличие маски по-прежнему обязательно для всех. Проход без средств индивидуальной защиты, а именно масок на территорию метрополитена запрещен. Также у нас имеются объявления звуковые, которые регулярно передаются на станциях о том, что необходимо соблюдать масочный режим в течение всей поездки. В вагонах метрополитена, также на экранах видеомониторов социальная реклама, которая также предупреждает о соблюдении масочного режима. Сотрудники метрополитена замечают, пассажиров, которые нарушают масочный режим, стало заметно меньше. Самарцы ответственно относятся к своему здоровью. Конечно, прежде всего и свое здоровье, и людей, которые рядом находятся. Я считаю, что это очень хорошо, что у нас сейчас все дисциплинированно подходят к этому делу. По информации городского департамента транспорта, начиная с сентября прошлого года, почти 11 тысяч пассажиров не допустили в Самарское метро из-за нарушения масочного режима. Антимасочников не пропускают на входе у турникетных зон. Также проверяющие следят, чтобы пассажиры не снимали маски, ожидая поезда на платформах и находясь в пути. Контроль охватывает все виды общественного транспорта города. Всего с начала октября на нарушителей масочного режима составлено 220 протоколов. Так как в рейде с нами участвуют еще и сотрудники полиции, в отношении такого гражданина тут же на месте составляется административный протокол к статье 20.6.1. Часть первая, там предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. Контроль за соблюдением масочного режима в Самаре продолжится. Также в общественном транспорте регулярно проходит дезинфекция. Все контактные поверхности специалисты обрабатывают специальным обеззараживающим средством каждые два часа. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Впереди у нас экономический блок новостей. Виктория Шарая уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Что важного мы сегодня узнаем в новостях экономики. Доходность по вкладам упала, а резкий рост цен на жилье, наблюдавшийся с весны 2020 года, фактически прекратился. Но сначала о криптовалюте. Рынок криптовалют столкнулся с резким масштабным падением, прервавшим значительный рост, вызванный интересом со стороны как корпоративных, так и частных инвесторов. Падение началось в понедельник. Специалисты уверены, что ситуацию спровоцировали комментарии министра финансов США Джанет Йеллен. Она отметила, что биткоин неэффективен как средство платежа и является весьма спекулятивным. Нефть марки «Бренд» 64 доллара 38 центов. Крупнейшие банки страны в феврале снизили проценты по депозитам. Доходность по вкладам упала на сумму от 0,1% до 1,5% в зависимости от кредитного учреждения. Коррекция была произведена сразу после заседания Центробанка, где обсуждалась ключевая ставка. Регулятор сохранил ставку на уровне 5,25%. В то же время глава Центробанка Эльвира Набиулина заявила о завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики. Только в пяти банках, входящих в топ-300, проценты по вкладам выросли на несколько пунктов. В ближайшее время ждать роста ставок по депозитам не стоит. Исключения могут быть в виде сезонных предложений и различных промо-вкладов. Рост возможен во второй половине года, так как банкам нужно привлекать средства, чтобы перекрыть растущий спрос на кредиты со стороны граждан. Резкий рост цен на жилье, наблюдавшийся с весны 2020 года, фактически прекратился. Квартиры в новостройках, возводимых в 16 крупнейших городах России, за февраль выросли в цене в среднем на 0,6%. По подсчетам экспертов, средняя стоимость квадратного метра первичного жилья в крупных городах к концу февраля достигла 89,5 тысяч рублей. За год она выросла почти на 16%, но практически не изменилась за последний месяц. В 10 из 16 городов, где проводилось исследование, изменение цены не превысило 1,5%. В Москве средняя стоимость новых квартир к концу зимы составила почти 233 тысячи рублей за квадрат. В начале года росту цен на жилье в столице препятствовала традиционно низкая активность покупателей. В ближайшие месяцы ожидается умеренное удорожание новостроек на уровне 5-6% по итогам первого полугодия. В целом же в 2021 году прогнозируется увеличение средней стоимости жилья на 7-9%. Разработка проекта страхования добровольной накопительной части пенсии запланирована в России на следующий год. Считается, что он повысит доверие россиян к системе добровольных пенсий. О планах по разработке проекта сообщили в Центробанке. Документ по страхованию взносов в размере 1,5 млн. рублей уже готов. Представители саморегулируемых организаций попросили министра Антона Силуанова ускорить внесение документов в Госдуму. Согласно концепции, под защиту властей попадут взносы на суммы не выше 1,5 млн. рублей, а также выплата не более двух социальных пенсий. Ранее сообщалось, что Минтруд хочет помочь некоторым работникам выйти на пенсию раньше срока. Речь идет о тех, кто прошел профобучение и получил дополнительное профобразование. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Животных Самарского зоопарка аномальные холода точно не застанут врасплох. Сегодня для постояльцев зверинца зоологи начали утеплять жилища. Увеличенный рацион питания соломы и личные обогреватели. Как в зоопарке борются с холодами, расскажет Михаил Ермоленко. Сородичи кудрявого пеликана Аркадия обитают в Восточной Европе, Азии и Африке. И, конечно же, к таким аномальным холодам птица не привыкла. Чтобы пеликан и другие экзотические птицы чувствовали себя в вольерах практически как дома, сотрудники Самарского зоопарка приложили сегодня все усилия. Организовали теплые соломенные насесты, а кому-то даже установили индивидуальный обогреватель. Мы стараемся утеплять животных, то есть накладываем в вольеры и в домики солому, хотя некоторые животные, например, лисицы свою солому из домиков выкидывают, им почему-то не нравится. Потом увеличиваем рацион кормления. У некоторых животных, например, вот у льва, который у нас на улице, у него в домике горит обогревающая лампа. Если ему холодно, он заходит в домик и спит, хотя сейчас он вот тоже вышел погулять на улицу, освежиться. Особое внимание сотрудники зоопарка уделяют рептилиям. Чтобы хладнокровные постояльцы оставались активными и не впадали в спячку, в террариумах установили специальные теплые камни, а также лампы для обогрева. Не забыли и про насекомых. Для большинства видов, конечно, такие похолодания существенны. И для того, чтобы не было критичной температуры, мы просто добавили индивидуальные средства обогрева в каждый террариум. В первую очередь для черепах, для змей и для тех видов, которым действительно нельзя, чтобы температура опускалась ниже определенного порога. По словам сотрудников зоопарка, такое утепление происходит не каждый год. Но к наступлению аномальных зимних холодов животные и зоологи готовы всегда. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Сегодня стартовала регистрация волонтеров для поддержки общероссийского проекта «Единая платформа» по голосованию за объекты благоустройства. На специальном сайте жители всех регионов страны в режиме онлайн определяют список первоочередных территорий для благоустройства в своем городе. Голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая. В нем может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет. Для этого необходимо отдать свой голос за одну из предложенных территорий или за дизайн проекта уже выбранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства в будущем году. Задачей волонтеров станет информирование граждан о тех проектах, которые выносят на обсуждение и о возможности участия горожан в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать по номеру телефона. Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить свою заявку на сайте. А теперь коротко о других темах этого дня. Житель Самары получил срок за вандализм на территории Чувашии. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. Молодой человек нарисовал граффити на вагонах электропоезда в моторовагонном депо, которое находится в городе Канаж Чувашской республики. За это суд назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей, рассказали в ведомстве. В связи с тем, что нарушитель уклонился от выплаты, в Чувашской транспортной прокуратуре решили отменить ранее назначенный штраф и возобновить судебное следствие. В результате подсудимому назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. В Самарской области откроет филиал Академии спорта Ирины Винер. С президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер встретился губернатор региона Дмитрий Азаров. Стороны договорились о сотрудничестве в плане подготовки тренеров и спортсменов, а также о создании филиала Академии Ирины Винер на территории Самарской области. Решено было выбрать школы и открыть на их базе профессионально оборудованные классы гимнастики. Дети будут заниматься по методике известного тренера, развивать и продолжать славные традиции самарской гимнастики, отметил Дмитрий Азаров. Сроки создания филиала Академии пока не названы. В Московском шоссе добавят полос для движения транспорта. Работы по ремонту магистрали планируют начать в апреле на участках от улицы Мичурина до проспекта Кирова. Сейчас на Московском шоссе в районе пересечения с проспектом Масленниково семь полос для движения и светофор с дополнительной стрелкой вправо. Во время ремонта планируется добавить еще одну полосу при движении в город, скоростную для перехода на проспект Масленниково. Зеленый сигнал светофора для проезда по ней будет гореть всегда, за исключением времени, когда пешеходы будут переходить дорогу, сообщили в региональном УГИБДД. Также количество полос увеличат на перекрестке Московского шоссе и 4-го проезда. Концерт заслуженной артистки Самарской области Клары Корниловой прошел в Доме культуры Победа в честь Дня защитника Отечества. В программе были номера не только знаменитой исполнительницы народных и авторских песен, но и других вокалистов и творческих коллективов города. Гульфия Сафина побывала на концерте. Песню о письме солдата Клары Корниловой исполняют впервые. Самарский композитор Александр Большаков и поэтесса Ольга Нинашева создали эту композицию специально для нее. И повод для премьеры подходящий день защитника Отечества. Мужчины, дорогие, любимые наши, которых, наверное, грех не поздравить. И я сама много лет работала когда-то в оркестре Приволжского военного округа и была дважды в горячих точках, пела для наших солдат, офицеров. И поэтому это и мой праздник. И все же он состоялся. Этот концерт должен был увидеть зритель еще год назад. Но пандемия внесла свои коррективы. Программу с участием творческих коллективов и сольных артистов готовили к 75-летию Великой Победы и вручению Кларе Корниловой звание «Заслуженная артистка Самарской области». Просто очень рада, что наконец-то этот концерт состоялся. Мы все творческие люди с большой радостью поддерживаем этот концерт, потому что Клара Корнилова – это действительно, можно сказать, душа, душа нашего города, душа нашей русской песни. Долгожданный концерт собрал полный зал. Многие пришли с цветами. Я пришла сюда поздравить свою подругу детства Клару Корнилову со званием «Заслуженной артистки». Присутствовать на прекрасном концерте и поздравить мужчин 23-го шевраля. Для Клары Корниловой она заслужила и аплодисментов, и любви зрителей, и цветов, потому что ее действительно любят. Это очень добрый человек, очень чистый, светлый. И голосы у нее такие, и песни у нее добрые. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ульфия Сафина, Николай Сидоров. События. Самарские спортсмены покоряют Кубок России по футболу и баскетболу, а юные каратисты заработали целую россыпь медалей на Кубке Евразии. Подробности расскажем в рубрике «Новости спорта». Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарские спортсмены завоевали медали на шестом Кубке Евразии среди детей и юношей по всестилевому карате. Турнир собрал более тысячи спортсменов из 40 регионов и 7 стран. Юные каратисты заработали в копилку Самарской области 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Баскетболисты Самары второй год подряд берут медали Кубка России. Но если в прошлом году они стали чемпионами турнира, то в этом сделали шаг назад и завоевали лишь бронзовые медали. В двухматчевом противостоянии волжане уверенно переиграли купол родники из Ижевска. Подробности триумфальной встречи расскажем в следующем сюжете. Матч на паркете МТЛ-арены стал вторым в серии за третье место Кубка России между Самарой и купол родники из Ижевска. Первая встреча закончилась 97-91 в пользу волжан, а потому они могли даже проиграть матч с разницей в 5 очков и меньше, чтобы завоевать бронзовые медали. Однако проигрывать перед своими болельщиками не входило в планы самарцев, и они сходу стали наращивать преимущество, полностью переиграв гостей в первой четверти 27-10. Во второй четверти самарцы увеличили преимущество до 23 очков, и только после этого ижевчане вернулись в игру. Гости выдали небольшой рывок и сократили разницу до 8 очков. Но волжане своевременно отвечали точными атаками и большего сопернику не позволяли. У нас, я так считаю, что хороший коллектив, то есть все это все понимают, то есть все друг друга, так сказать, настроили, помогли в том плане, что, ну, не было такого разговора, матч за третье место, там, зачем их делать. Да, мы не попали в финал, но что получилось, то получилось. В третьей четверти куполы родники подобрались еще немного ближе к Самаре на расстоянии 6 очков, но дальше хозяева уверенно контролировали ход встречи, проведя оставшуюся часть матча стабильно, без спадов. Любая игра, нужно побеждать, и любая победа, она всегда приятная. В этом случае, да, конечно, в силу того, что мы в прошлом году кубок выиграли, конечно, хотелось бы повторить, но я благодарен ребятам, они нашли мотивацию, что они не играют в финале, и проявили себя, сыграли в полную силу. Самара победила в матче 93-83, и по сумме двух игра уверенно завоевала бронзовые медали. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. В другом Кубке России, уже по футболу, у самарцев дела тоже идут неплохо. Крылья советов разгромили команду премьер-лиги «Химки» из Подмосковья 4-0. Самарцы большую часть встречи провели в большинстве. На 19-й минуте был удален защитник хозяев Михаил Тихонов. К этому моменту Иван Сергеев уже забил один гол. Во втором тайме отличились Цыпченко, Голенков и Чернов. Своего соперника по четвертьфиналу самарцы узнают после жеребьевки. На этом все. Больших побед вам. Удачи. На этом и наш выпуск завершен. Впереди вас ждет еще один сюжет, а я с вами на этом прощаюсь. Будьте здоровы, всего вам самого доброго. Бизнес в России успешно реабилитируется после нелегкого прошедшего года. Многие компании сейчас возвращаются к привычному режиму работы. Поддержать бизнес и предложить особо выгодные условия сотрудничества – самая актуальная задача. Магазин техники и электроники «Ситилинк» всегда в тренде. Это одна из крупнейших сетей техники и электроники в стране. Кроме этого, здесь представители бизнеса могут подобрать все для обеспечения бесперебойной работы офисных сотрудников под имеющийся бюджет. «Ситилинк» – это всегда справедливые цены и надежность. Широкая география пунктов выдачи и магазинов. Доставка с собственным транспортом. Интересная программа лояльности и персональные менеджеры. Для корпоративных клиентов предусмотрены сервисы и специализированные предложения. Заказ может быть оформлен либо через сайт, либо с помощью менеджера в магазине, либо по телефону. Наши партнеры предпочитают оформлять заказы на сайте «Ситилинк». Это быстро и комфортно. Также у нас есть специальный раздел «Ситилинк бизнес», где есть информация об актуальных акциях для корпоративных клиентов, а также о том, как стать нашим партнером, как оформить заказ и какие преимущества вы получите. Так, мне интересно, какие здесь есть бренды. Вижу, и, конечно, раздел «Привилегия» очень заманчиво звучит. Надо заглянуть. Информации очень много, конечно. По желанию, в «Ситилинк» каждому корпоративному клиенту могут назначить персонального менеджера. Он поможет с выбором и оформлением заказа каждый будний день с 9 утра до 6 вечера. Общение с ним можно вести через специальный аккаунт в Телеграм или позвонить на отдельную горячую линию для корпоративных клиентов. На сайте «Ситилинк» есть удобный личный кабинет. Также «Ситилинк» постоянно улучшает работу над своим сервисами. Например, в последнее время многими клиентами активно практикуется система электронного документа оборота. Для бизнес-клиентов подходят свои особые распродажи. Весь февраль скидка до 40% на товары для уютного офиса. Для новых клиентов – акция с повышенными бонусами на весь заказанный товар. Все подробности на «Ситилинк.ру». КОНЕЦ КОНЕЦ